Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Сейчас хочу показать вам свой заказ Avon по 13 каталогу. Я немного запозднилась с заказом, и вдобавок еще его долго собирали, долго везли, и поэтому все так поздно. Я вам уже снимала видео, где мы с вами обсуждаем этот 13 каталог, где я делала вам различные сводчи, оставляла отзывы на парфюм и так далее. Ссылка на это видео будет в прикрепленном сообщении. И также я снимала, как я делала этот заказ, тоже это видео будет в прикрепленном сообщении. Вот, в общем, переходите, если вам интересно. По базе по расчету скидки, для расчета скидки, у меня заказ вышел на 5841 рубль. В общем, набрала я на эти несчастные 5000. Все знают, что сейчас идет вот эта акция, максимум плюс. И я буду выбирать в 14 каталоге подарок именно с вот этой категории. Я так решила, что буду брать либо весенний уход, либо красота по-азиатски. Ну, скорее всего, весенний уход возьму, потому что водичка Череш Момент неплохая, пойдет на подарок. Очень люблю я вот эту маску Нью Клиникал. И не пробовала вот этот стик, который идет, как он называется, увлажняющий стик бальзам для лица. Он стоит, ну, приличных денег в каталоге, мне просто жалко на него тратиться. У меня на уход именно Эйвон какая-то странная реакция кожи, поэтому я не покупаю там уход, только если вот так вот приходит в подарок. Но, кстати, корейская линейка мне очень даже зашла. Вот, как-то так. Так, дальше с нотками я пока ничего не выбирала, не заходила, не смотрела даже. Посмотрю в следующем каталоге, если еще можно будет это сделать. Мода и стиль. Здесь, по-моему, я вообще ничего не покупала. Да, я очень хотела серьги вот эти и Бонни, и еще одни сережки. Да, кстати, серьги Альфи я вам показывала как раз-таки, когда мы с вами обсуждали этот каталог. Да, и вот серьги Жасин я хотела, добавила их в каталог, ну, в общем, у меня, ой, в каталог заказ. У меня вышел заказ на 8500, мне пришлось его прям резко снижать, ну, потому что по финансам на меня одну 8000, это очень много. Я не работаю в этой компании, я заказываю только для себя. Я решила, что я не буду заказывать эти сережки, хотя очень интересно, как они выглядят в жизни. Дальше, что здесь еще? Вроде все, вот, значит, получается, отсюда я ничего не заказала. Начну я, наверное, с фокуса. Да, в фокусе по 14-му каталогу я углядела вот эту водичку Soft Mask. В 14-м каталоге будет новинка. По описанию, да, я здесь даже подписала, заявлен восточно-цветочный аромат, шоколадный аккорд, майский ландыш и ваниль. 469 рублей и будет акция 1 плюс 1. В фокусе эта водичка стоила 299 рублей и плюс шоколад. Я решила, что мне прям надо-надо. Это пока единственный парфюм из всего моего заказа, который я успела уже потестить. И знаете, такой аромат у Эйвен уже был. А теперь, ребятки, вспомните, какой аромат был с шоколадом у Эйвен, потому что название, даже упаковку я вспомнить не могу. Но точно знаю, что такой аромат был. Не знаю, очень похожий. Есть нота шоколада, есть какая-то травянистая нота, но, видимо, это ландыш. И почему-то он мне, знаете, показался восточным таким сладко-терпким, довольно-таки душащим. И будет отлично именно на холодную погоду, уже как бы от нуля градусов и ниже. Мне понравилось оформление. Очень такое лаконичное, приплюснутый флакон. Смотрится, знаете, недешево. Это стекло. Крышка, конечно, да, здесь прям пластик-пластик, самый такой дешман-дешман. Но мне все равно понравилось цветовое сочетание. И сам аромат, как ни странно, мне тоже понравился, потому что я люблю восточные тяжелые ароматы. Если аромат сладкий, я его выдержу в любом случае. Любые сладкие ароматы, любой интенсивности я обожаю. И этот аромат мне зашел, я буду им затариваться. Шоколадная нота, правда, не такая явная, как мне хотелось бы, но она присутствует. И это спасает этот парфюм, потому что здесь такая терпкая нота появляется, типа какой-то пряной травы. И вот если бы не было вот этой шоколадной сладости, то этот аромат мне не зашел бы. А так очень даже мне понравилось. Давайте я коробку уберу, что ли, потому что, ну, на весь кадр. Так, так, так. Где фокус? Вот фокус. Дальше с чего? Давайте прям по каталогу пойдем, что ли. Заказала я по акции вот эти водички. И взяла я, по-моему... Да, я взяла четыре разные водички. И альюрин взяла, если я правильно читаю. Потом конфиденс, элеганс и труф. Так, давайте прям все покажу. Оставлю я себе, наверное, только один-два, остальное раздарю. Первый это восточно-цветочно-древесный аромат слива, нероли, сандаловое дерево. Это 859 рублей. У меня была скидка 50%, потому что я заказала 4 штуки. От 4 и более скидка 50% предоставлялась при покупке 2-40%. Так, что у нас? Где он? Вот он, вытянутый флакончик. Вскрывать не буду, скорее всего, пойдет на подарок именно этот аромат. Я пока уверена, что оставлю себе только вот этот труф, остальные пока под вопросом. Вот этот конфиденс мне нравятся моей подруге. Здесь восточно-ванильно-древесный аромат, черная смородина, цветки франжипани, дубовые ноты. Насчет парфюмированной странички, знаете, мне в последнее время каталоги попадаются, где я ничего не чувствую. Не знаю, как так. Я не ощущаю его. И, естественно, тоже пока не вскрываю. И следующий Элеганс. Элеганс уже был у одной из моих подруг. Он мне понравился. Это цветочно-фруктовый мускусный аромат. Знаете, это чуть сладковатый, цветочный, ненавязчивый, легкий аромат. Он очень хорошо будет ощущаться, мне кажется, в жару. Он не душит, он интересный. И мне понравился. Здесь гранат, жасмин, янтарное дерево заявлено. И четвертый, который я прям буду вскрывать. Это цветочно-древесный аромат, магнетит. Не знаю, что. Это бутон черной смородины, розовая фрезия и кедр. Здесь страничка как раз-таки была нормально парфюмирована. И мне понравился этот аромат именно здесь. Он мне показался очень освежающим и, знаете, таким легким. Посмотрим, подойдет он мне или не подойдет. Потому что у меня все ароматы в основном очень тяжелые и сладкие. И периодически хочется все-таки разнообразить, так сказать. И немножечко отдохнуть от всех этих восточных ароматов. Так, чтобы не порвать упаковку. Да, кстати, насчет упаковок. У Avon опять мне пришла вот эта побитая упаковка. У меня ни один заказ без треша не обходится. Вот каждый раз почему-то все побитое. Ничего не могу с этим поделать. Так, давайте флакон. Ой, флакон красивый. Мне очень нравится. Это уже хорошо. Знаете, периодически хочется купить парфюм не только из-за самого парфюма как такового, а именно из-за упаковки. Блин, очень классно выглядит. Это стекло. Блин, очень-очень круто выглядит. И дорого, между прочим. Ну, давайте нюхать. Я, правда, сейчас от этого шоколада еще буду отходить долго. Классненький. Спирт ощущается сейчас, но не так сильно, как вот этом. Вот в этом спирт ощущается очень сильно. Почему-то для меня это какой-то... Да, кстати, смотрите, здесь и на картинке почти один в один размер. Давайте я вас немножечко вот так вот наклоню. Пахнет мылом. Знаете, таким свежим мылом, травянистым. Есть мыльная нота. Он действительно свежий, он не тяжелый и он травяной. Что здесь заявлено? Цветочно-древесный цветок я здесь никакой не ощущаю. Именно какая-то трава. И все. Просто это травянистый аромат для меня. Но я не скажу, что он мне не понравился. Думаю, на лето я все равно буду его использовать. Как-то так. Блин, я теперь хочу их все открыть, потому что мне нравится упаковка. Вот у этого граненая, она вообще симпатичная. Но я пока сдержусь. Следующее, что у нас здесь. Здесь была акция на 19-й странице, 18-19, что при покупке на 299 рублей с определенных страниц можно прикупить вот эту маску «Космическое сияние» за 299 рублей. Я, знаете, сначала там набрала по полной, а потом поняла, что у меня заказ реально влетает в 8000, и нужно сокращать. В итоге я взяла. Где она? Во-первых, вот эту маску, ночная маска для лица, защита и восстановление. Она у меня поедет на подарок. Она мне нравится. У меня уже есть такая. Сейчас, кстати, я вам ее принесу. Забыла я ее принести. В общем, это запечатанная. Цена была 570 рублей. Ну, у меня со скидкой, в принципе, вышло лучше. Это стеклянная упаковка. Здесь еще есть защитная штучка, но она у меня туда прилипла, и я не стала ее вытаскивать. В общем, это увлажняющий гель, в котором есть какие-то шарики. Они при нанесении на лицо разбиваются. И вот этот гель еще не только питает, но и не только увлажняет, но и питает кожу. Поэтому я его обожаю. Достаю в основном в такое, знаете, прохладное время, потому что это не такой легкий продукт, как казалось бы. Обычно гелевые текстуры, они просто увлажняют и питание не дают. Но здесь это не так. Дает и питание, и увлажнение. Поэтому очень люблю. И купила я маску наконец-таки максимальная молодость. Опять, ну, не знаю, останется она мне, не останется. Пришло все просто в хлам мятое. Вот просто у меня посылка была вот так, вот все скручено в ней. Поэтому, ну, по-любому, скорее всего, себе оставлю. Что-то вам это прям отсвечивает. Ни разу не пробовала, покупала много раз, но ни разу не пробовала. Это и Нью, и все их хвалят. Вот, наконец-таки я оставлю ее себе. Вот прям точно никому не подарю в этот раз. И мне можно было, получается, 570 и 120. Это 690 рублей у меня выше. Я могла купить две маски космической сияния по 59 рублей. Эти маски у меня уже были неоднократные. Я их всем дарю. Она крутая. У нее верхнее покрытие это фольга. Внутри она идет тканевая. Из-за вот этой фольги не испаряется вот эта вся жидкость. И в итоге она уходит у вас в кожу. Очень классно увлажняет. Она не липкая. Не липкие. Все, язык заплетается. В общем, крутая-крутая. Поры не забивает. Липкость не оставляет. И поэтому обожаю ее. У меня не осталось ни одной в запасе. Поэтому эти будут мои. Так, что у нас дальше идет? Я заказала кисть. Взяла кисть для растушевки 150 рублей. Хотела я взять либо вот эту для румян и коррекции, либо же кабуки для нанесения тональной основы. Но здесь 330 рублей и здесь 330 рублей. Причем эти кисти... На них, в общем, была фиксированная скидка. Если я сейчас по счету фактуры найду, какая скидка проходила конкретно на кисти, 20% была фиксированная, а на весь заказ у меня была скидка 27%. И то есть, получается, одна кисть влетает где-то в 280-270 рублей. Это довольно-таки дорого, потому что я брала кисти с Алиэкспресс. Не худшего качества и рублей там за 90, 100, 110. Поэтому я не рискнула пока взять эти кисти. Я посмотрю обзоры. Если прям будут крутые отзывы, я попробую, потому что их только-только ввели. Это новинки. И сомневаюсь, что их снимут с продажи в ближайшее время. У меня уже были кисти от Эйвен для румян, которые я покупала лет 5 назад. Она до сих пор рабочая, она крутая. Есть у меня кисть для пудры. Тоже ей года 3. И есть у меня скошенная кисть для бровей она была, или для подводки, не помню, как заявлено. Ей тоже года 3. Она прекрасна. И пока, в принципе, кисти Эйвен меня не разочаровывали, поэтому решила я взять для растушевки. Такие кисти у меня всегда актуальны. И, к тому же, цена была, ну, приемлемая. 120 рублей она мне влетела. Здесь все запечатано. Я не стала открывать. Думаю, покажу вам. Внутри уже вижу, что есть какой-то чехольчик. Так, теперь как бы это все порвать. Сейчас я ножницы возьму. То у меня не открывается ничего. Да, здесь есть такой чехольчик. Это прикольно. Это плюс вау. Она, знаете, больше, чем мне казалось. По сравнению с каталогом. То есть будет чуть больше, чем в каталоге. Плотненькая довольно-таки. И, ну, мне пока все нравится. Будем смотреть, как она в действии. 201. Здесь прям глазочек нарисован. И нумерация у них теперь введена. Это круто. Это прям респект Ивену. Но мне пока все нравится. Аромата нет. Так, единственное, насколько удобно ее обратно засовывать вот в этот чехол. Мне кажется, будут мяться ворсинки. Да, вот когда засовываете, очень это неудобно. Поэтому, ну, будет так. Дальше. Что еще у нас? Да, кстати, если вы какие-то кисти приобретали, напишите, пожалуйста, свои отзывы. Думаю, и мне, и девочкам будет интересно и полезно. Так, здесь ничего не нужно было. Когда я оформляла заказ, я вам показывала, снимала это. Там был онлайн-каталог такой с мороженками. И в нем были парфюмерные водички по 189 рублей. Причем те водички, которых нет в самом каталоге. То есть тут мини-мишки. Сейчас скажу, каких ароматов представлены. Вот они, Черриш, два вида, Инкадесенс, Перси, Фаруэй и Мисс Мэрайс Блэк. Правильно я прочитала? Нет. А я взяла водички. Я, если честно, хотела намного больше взять, но, опять-таки, сокращала заказ как могла. Я взяла My Everything. Его, кстати, здесь нет. Это из линейки ТТА. Вот это Today, Tomorrow, Always. В каталоге представлен как раз-таки Tomorrow, Always. И Today, который я вообще не выношу. Для меня он очень жесткий. Даже для меня любительница таких тяжелых восточных ароматов. Я взяла My Everything. Everything. Господи, что у меня с речью вообще? Пытаюсь произнести все правильно. В итоге какую-то билиберду несу вообще. Этот аромат я уже, по-моему, Торе Петровой видела в каких-то обзорах. Он ей нравится. Я хочу попробовать. Я слышала еще от девочек, что он сладкий. У меня, правда, скоро руки закончатся, но хочу попробовать. Распылитель, кстати, вот у этих мини-мишек очень такой интенсивный. И нужен один пшик. Больше вообще не стоит наносить. У меня вон по руке аж все потекло. Аромат очень яркий. Я бы сказала, что дорогой. Какой-то прям, знаете, люкс. Нет противной базы. Не ощущается спирт. Сладко-цветочный. Мне очень нравится. Я даже жалею, что не взяла больше. Была такая идея маме еще на подарок взять. Но, блин. Очень вкусный. Прям на осень и холодную весну будет круто. На зиму, наверное, слабоват по степени сладости для меня. Потому что зимой я пользуюсь что-то типа Black Opium. Вот такие прям супер сладкие ароматы люблю. Вкусняшка. Вообще круто. Еще два аромата. Я не знаю. У меня сейчас нюх сбит. Стоит вам описание говорить или не стоит. Но давайте попробуем. У меня еще тут это. Две коленки есть. Парфюмерная вода, которую я прям очень хотела. Это Even Life Color. Девочки, кто-то мне писал в комментариях, спасибо, что он сладкий. А для меня это просто как красная тряпка для быка. Так. Цветочно-водный. Груша, рис басмати и магнолия. Магнолию я часто читаю как в Монголии. И вот я впервые, наверное, прочитала правильно. Упаковка красивенькая. У меня где-то лежит мужская версия. Мне ее давали в подарок за регистрацию. Но я ее потеряла. Ну, это стабильно у меня. Причем потеряла не в своем доме, а у родителей. Это частая практика. Кстати, пришел он какой-то не то вскрытый, не то что. Вот здесь немножечко побито было. Ну, это нормально в посылках. Ну, упаковка точно такая же. Сейчас будем нюхать. Да, очень сильный распылитель, блин, у них. Вот такие минимички, кстати, у меня уже были. Они быстро из-за этого заканчиваются. Потому что вы пшикаете, и у вас там не только на шею попадает, там еще и на лицо, и на декольте, и на одежду. Это сладкий фруктовый аромат. Мне тоже нравится. Цветочно-водный аромат. А для меня это почему-то какой-то фруктово... Ну, водный, да, соглашусь. Он не интенсивный, он очень приятный. И мне кажется, его можно носить даже летом. И последний аромат это лайф. Я его взяла не себе, поэтому вскрывать не буду. Это цветочно-древесный аромат. Водная линия, фиалка и ирис. Знаю, что... Да, кстати, это коллаборация с Кинзо. От Кинзо мне ароматы нравятся. И этот я подарю, и, надеюсь, владельцу также потом все понравится. Да, цена, кстати, была 189 рублей. И со скидкой там вообще рублей 160 вышло. Считаю, что отличное приобретение. Дальше в том же онлайн-каталоге с мороженкой. Если вы будете его искать и не найдете, посмотрите видео, где я оформляю заказ. Я там прям показывала, куда тыкать. Там были маски Планеты СПА. В каталоге они на 197 странице по 145 рублей. А в том каталоге они были по 75 рублей. Я решила взять две. Возьму на подарок. Первый это превосходное очищение с минералами Мертвого моря. У меня уже была такая маска. Это, знаете, типичная глиняная маска. Если вы такая же ленивая, как я, и вам лень разводить глину, то вот это отличный вариант для вас. Она так не сильно подсушивает кожу, при этом все-таки при частом использовании помогает бороться с воспалениями. У меня проблемная кожа, поэтому маски глиняные на мне работают отлично, и я без них вообще не могу. Это поедет на подарок. И вторая маска, которую все уже захвалили, это антиоксидантная охлаждающая. У меня такая есть, все до нее очередь не дойдет. Здесь всего 50 мл. Мне нравится оформление, поэтому именно я и взяла ее на подарок. Но отзывы хорошие, и меня это радует. В общем, красивое оформление, идеальный подарочный вариант. Все в том же каталоге. Я не знаю, почему мне пришло только три бальзама, потому что я заказывала явно больше. Во-первых, это бальзамчик с кокосиком. В каталоге я не нашла в линейке Color Trend их. Видимо, они в этом каталоге не были представлены. Сейчас я еще раз посмотрю. Но я искала, я готовилась к видео в коем-то веке. Либо просто прошляпила, не знаю. Так, 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 так. Так, нет, он где-то в начале. В общем, эти бальзамчики в каталоге в районе 100 рублей представлены. А в этом как раз-таки каталоге с мороженкой. Он уже действует не первый каталог. Это брошюрка. И я уже заказывала по ней бальзамчики. Да, здесь вот нигде их нет, этих бальзамов. Ну, примерно, цена около 100. А там они были по 69 рублей. С кокосиком у меня уже есть. Я сейчас им пользуюсь. То есть, как я уже и говорила, ранее очень плохой состав. Но крутое действие за ночь. Я вот использую именно на ночь. Да, в принципе, и на улицу на выход. Он и защитный. Он вроде не восстанавливает губы, но при этом не дает им сохнуть. Приятный аромат кокоса. Крутое оформление. Поэтому я повторила. Так, здесь, кстати, начали что-то клеить. Раньше вот такой наклейки не было. Здесь состав не указан. Но все равно, уже что-то. И с девочками обсуждала, стоит ли брать с клубничкой. Я боялась, что он будет очень ярким. Но сказали, что он не интенсивный и очень красивый. Поэтому будем сейчас тестить. Состав, в принципе, сейчас я отковыряю. Это же моя штучка. Поэтому могу вам и состав показать. Опять у меня затянулось видео. Я думала, сейчас за 10 минут отстреляюсь. И все. Вот составчик. Если кому интересно. И давайте пробовать. Просто по каталогу, именно по картинке. Это был супер красный цвет. Я такие не ношу. Но если это вкусненько пахнет клубничкой, то я буду рада. У меня, кстати, есть еще с ягодками. В каком-то... Не то в 12-м. Наверное, в 12-м. В заказе по 12-му каталогу я вам показываю еще ягодный. Да, вот такой же цвет был на картинке. На картинке. Да. Яркий. А пахнет... Пахнет клубничной... Как она называется? В общем, есть жевательные конфеты клубничные. Фрукты, что-то там, по-моему, продается в магазинах во всех. Вот так же вкусно пахнет. Классно. Спасибо, девочки, все, кто мне посоветовал его. Я рада, что купила. Так бы я побоялась, если бы мне не написали вы. Так, с водичками все, отстрелялись. С масками отстрелялись. Беда у меня, да, случилась. Я забыла заказать набор из пяти средств. Я считаю, что он очень выгодный, потому что... Ну, знаете, такое... Пена где-то 120 рублей стоит. Или, наоборот, невыгодный. Я его специально не заказала? Или я его забыла заказать? Не знаю. Просто я сейчас каталог смотрела и думаю, блин, почему я его не заказала? Ну, по сути, пена стоит где-то рублей 120-140, наверное. Около 100 рублей стоит вот этот спрей. Вот эта маска 80 гель для душа. Сейчас, по-моему, по 89 они начали стоить. И мыло около 40 рублей. Ну, в принципе, знаете... Да, наверное, я все-таки его специально не заказала. В следующем каталоге будут хорошие акции на спрейчики. Вот там я затарюсь. Мы с вами еще обсудим 13-й каталог. Я постараюсь в ближайшее время прям выставить это видео. Ну, и с обсуждением, и с заказом. И что у меня еще было? Во-первых, антивозрастной ночной гель для лица. Это который... Тут есть один гель, появился недавно в баночке. И я на него давно посматриваю. Если именно этот пробник мне прислали, то я безумно-безумно рада буду. Нет, нет, нет. А где у нас эта линейка? Антивозрастной дневной крем. Антивозрастной ночной гель. А, да, вот. Я на него давно посмотрю. Девочки, если он у кого-то есть, напишите, пожалуйста, как он. Мне липкий ли и увлажняет и питает ли он вообще. Потому что мне питательные какие-то текстуры не нужны. Мне нужно, чтобы в первую очередь было увлажнение, потому что у меня комби кожа склонная к жирности. Вот, классно, спасибо, что прислали. Я буду тестить с удовольствием. Но просто здесь, наверное, на пару раз. И понятно-непонятно будет, не знаю. И прислали в подарок два пробника. Это Виктория. Да, Ви Виктория. Это откуда вообще? Где у меня все? Вот, вот эта водичка. Ну, просто так прислали. Хотя должны были прислать что-то другое. Это была именно замена. Ну, ладно, посмотрим. Вдруг мне понравится. Забыла, да, кстати, каталог и новые распродажи. Это мы все с вами потом обсудим. Еще в распродаже, там на третьем шаге, по-моему, была интернет распродажа. Я заказала вот этот шарфик. Шарфики Even я покупала года четыре назад. Я до сих пор их ношу. Они хорошего качества. Был там такой шарфик, знаете, красивый, белоснежный, с цветочками зелено-розовыми. Но по факту пришла какая-то штука такого, знаете, грязноватого цвета. Я не знаю, хорошо это или плохо. С одной стороны, грязь не будет видно. А с другой стороны, именно розовые цветы на белом фоне смотрятся намного лучше, чем вот так вот. А по составу, интересно, что здесь в составе. А по-русски? А по-русски не бельмин, походу. Ну, ладно. Может здесь что написано? Мне просто интересен состав. Скорее всего, это стопроцентный полиэстер. Полиэстер. Шарф называется... Наверное, по счету фактуре будет его легче найти. Кейтлин. Шарф Кейтлин. Цвет белый написано. Очень приятный на ощупь. И да, скорее всего, это стопроцентный полиэстер. Состав, состав... Да, 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 я была права. Надо будет отрезать эту штучку. В принципе... А, он прям совсем тоненький. Я, честно, думала, что он будет пошире. Но он тут сантиметров 20, наверное, в ширину. Не пойму пока, хорошо это или плохо. Меня немножечко вот смущает вот этот серый цвет. А так, в принципе, рисунок красивый. Такой розово-зеленый. Маме я его точно дарить не буду. Потому что у него много красивых шарф... А, смотри, здесь даже вот такой есть узор. Нет, мне нравится. Мне нравится. Оставляю себе. Не буду... Ну, с возвратами я вообще не вожусь в таких компаниях, как Эйвен. Потому что все это нужно делать либо почтой, либо постаматом. И мне это неинтересно. Вот. В принципе, заказом, знаете, я довольна. Все прикольное. Мне ароматы понравились. Поэтому прям супер-супер круто. Спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok